Премьер-министр республики Головченко анонсировал введение ответных мер против санкций западных стран. Почему-то мне вспомнился Сталин. Если наши враги позволяют себе применять на наших товарищах пытки, почему мы, большевики, не можем так же поступать? Я считаю, что можем и должны. Я это к чему говорю? Не надо два раза вставать. Я считаю, что белорусский пакет санкций должен в том числе нести под собой запрет на деятельность всех этих пресловутых НКО на территории республики. Я дико извиняюсь, будьте доедать последний хрен без соли. Это я имею в виду вот эта гранта, содержащая публика. Кроме того, я считаю, что надо обложить персональными санкциями всех, кто замечен в работе деструктивной по отношению к республике. Потому что надо помнить всегда, что вот эта базовая история, я имею в виду объявление санкций, она базируется на показаниях всех терпил, какие там только возможны. Вот в случае с Белоруссией всевозможные Тихановские, Латушки, Алексеевичи, Вечерки и так далее, и так далее. Прямо сразу вот одним пакетом нахлобучить. И пусть живут, если смогут. Так же вольготно и комфортно. Кроме этого, я считаю, что, поскольку Беларусь сильно пострадавшая за эти полтора года, еще и внести дополнительные изменения в закон о СМИ республики. А то там, кого за печень не возьмут, я народный журналист, я республиканский блогер, я мать белорусской журналистики, да хоть бабушка. Будешь сидеть и квакать по новому закону. Вот тогда, да, тогда очень быстро вся эта шелупонь почувствует государственную силу. Потому что они в любом случае будут вонять, но проще, когда они воняют, извините, без денег. Нежели когда у них есть в холодильнике кастрюля борча, миска котлет и банка каперсов с хвостиками. Вопрос любой, надо решать радикально.